Всем доброго дня! Отдел по инклюзивному образованию продолжает серию вебинаров. Сегодня у нас семинар с экспертом, заместителем директора по развитию МБУ города Ивантеевка, образовательного центра номер 7, Швецовой Светланы Григорьевны. Напоминаю, что этот эксперт у нас был. У нас очень много отзывов, очень понравилась та тема, которую нам в прошлый раз рассказывала Светлана Григорьевна. И сегодня тема не менее интересная и главное важная – это особенности подготовки ребенка с инвалидностью или ОВЗ к обучению в школе. Ведущие вебинара Назукина Мария и Краснова Мария, сотрудники отдела по инклюзивному образованию. Также напоминаем, что после проведения вебинара он будет выложен на YouTube, обязательно будет наложен синхронный перевод на русский жестовый язык. И также напоминаем, что вебинар проходит при поддержке фонда президентских грантов, а также благотворительного фонда «Абсолют помощь» и благотворительного фонда «СИСС». И также призываем наших слушателей обязательно оставлять вопросы нашему уважаемому эксперту. И, конечно, в конце вебинара мы оставим немножко времени, чтобы Светлана Григорьевна ответила на ваши вопросы. Светлана Григорьевна, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Спасибо, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые родители, может быть, коллеги, которые также работают, как и я, в сфере образования. Ну и, скорее всего, я думаю, что это все те, кому эта тема не безинтересна. Вот, поэтому предлагаю сегодня, наверное, в первую очередь выслушать точку зрения, которая у меня сформировалась по этому вопросу. Да, и, может быть, какие-то моменты вам будут интересны, полезны, и, может быть, о чем-то вы впервые услышите. И, конечно же, поделиться своим мнением по поводу вот этой темы. Как раз, на самом деле, мне кажется, очень хорошо и вовремя организованный вебинар по этой теме, потому что, думаю, что большинство родителей, тех, которым совершенно не безразлично, как ребенок перейдет из дошкольного детства в школьный возраст. Пропал звук, коллеги пишут в чате. Вы меня слышите? Все остальные слышат? Светлана Григорьевна, уважаемая аудитория, да, перезагрузите страницу, у кого пропадает звук. Это значит, у вас нужно, да, решить вопрос на вашем компьютере. Спасибо. Вот. И все родители, которые задумываются о том, каким же образом пройдет период адаптации, как дальше будет проходить очень длительный, большой, такой важный период в жизни ребенка, это обучение в школе, они, наверное, уже вот в этот период начинают немного тревожиться. Это нормальная такая история, когда человеку не безразлично, когда родителю не безразлично. Он думает, переживает, ну, какие-то сценарии в голове проигрывает. Тем более, что мы с вами, ну, уже понимаем и изначально говорим о том, что мы сейчас говорим не об обычных детях с нормотипичным развитием, а о детях, у которых есть особенности в развитии, да. То есть мы понимаем, что этот ребенок и в дошкольный период уже сталкивался с какими-то проблемами. Если сравнить, например, о том, каким образом лучше адаптируются к школе дети, например, посещающие детский сад в дошкольном возрасте, ну, дошкольное учреждение, или дети, которые, ну, так называемые домашние дети, да, которые не ходили в дошкольное учреждение, ну, специалисты, которые работают в школе, они все в один голос говорят о том, что да, конечно, дошкольное учреждение, оно способствует тому, чтобы у ребенка развились те необходимые навыки коммуникации, самостоятельности, ну, плюс, скажем так, познавательное развитие, такое комплексное, да, чем занимается дошкольное учреждение, там, практически с трех лет до семи, до выхода ребенка в школу. Ну, в общем-то, как бы все склоняются к тому, что да, хорошо посещать детский сад, это полезно, вот, и ребенок больше готов к тому, чтобы влиться в коллектив, и там совершенно замечательно дальше жить и учиться. Вот, не все так однозначно, если мы говорим о детях с нарушениями в развитии, и не все так однозначно в дошкольном детстве, и, собственно говоря, и при переходе в школу. Сейчас я сменю слайды. Оставил ряд из них, мы с вами на них обращали внимание тогда, когда говорили о тех условиях, которые, так вот, наверное, вот, даже вот так, скорее всего, вот этот, да, вернуть хотела. Вот, о тех условиях, которые необходимо создать школьнику, это была наша первая встреча, вот, поэтому, если кому-то будет необходимо, можно будет, скажем так, вернуться, да, и посмотреть на законодательную базу. В принципе, она вот на данный момент неизменна, наш закон об образовании, и наши статьи, которые регламентируют образование детей с ОВЗ инвалидностью, статья 79 и 42, основные, да, на которые мы с вами смотрим. Вот, давайте обратим внимание, о чем нам говорит Федеральный государственный образовательный стандарт, ну, для родителей вот такой существует, да, дошкольного образования. И он говорит о том, что ребенок при выходе из дошкольного учреждения, ну, или, скажем так, достигнув старшего дошкольного предшкольного возраста, вот каким он должен быть, да, вот посмотрим на такой идеальный портрет дошкольника, попробуем его сравнить с тем, что имеем в жизни, да, насколько это действительно сходится с тем, как, какими характеристиками обладает ваш конкретный ребенок, если вот вы сейчас слушаете меня, и вы родители. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, да, то есть самостоятельно это делает, у ребенка сформированы физические качества и потребность в двигательной активности, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Вот, ну, то есть здесь мы с вами видим о том, что наш федеральный государственный образовательный стандарт обращает внимание на физическое развитие ребенка, и здесь мы можем понять, да, что уже на этом моменте, да, мы можем для себя поставить какую-то галочку, потому что очень часто дети, которые имеют статус ребенок с ОВЗ, и, конечно, ребенок с инвалидностью, имеют проблемы в физическом развитии, да, то есть мы уже здесь с вами, ну, скажем так, не совсем попадаем в этот, в рамки стандарта, да, то есть будем сразу понимать, да, и галочки себе ставить, что, ну, вот мы, обобщая вот это понятие «мы», я здесь имею в виду вот такую большую группу детей, которые испытывают определенные дополнительные потребности в создании специальных условий для обучения и развития. Дальше. Овладевшие основными культурно-гигиеническими навыками. Точно могу сказать, что ряд детей с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью, с нарушениями не такого вот легкого характера, который невооруженным глазом не увидишь, вот, к походу в школу не овладевают основными культурно-гигиеническими навыками. И одна, например, из проблем, с которой могут столкнуться педагоги, это то, что ребенок, ну, давайте откровенно, да, вот говорит, да, не может, например, самостоятельно сходить в туалет и самостоятельно за собой поухаживать, например, да, после посещения туалетной комнаты. Это тот такой физиологический момент, от которого мы никуда с вами не уйдем, и, как бы, да, вот это то, с чем можно столкнуться прям буквально в первый же день, потому что это потребность, которая лежит в базовых потребностях. И как бы мы с вами там не делали вид о том, что ребенок там что-то чудесно там пересказывает, да, или рисует, или поет там массу песен, вот, но если ребенок не умеет делать базовые вещи, это будет одной из самых первых проблем, с которой просто вы столкнетесь в школе, вот. И, как бы, да, мы сразу не говорим о том, что это, ну, какая-то непреодолимая проблема, мы сразу ставим галочку для того, чтобы понимать, что либо этому нужно научиться, да, школа, если это возможно, вот, либо нужно подумать, как с этой ситуацией справляться в школе, да, то есть два варианта. Либо учимся, и пора это самостоятельно делать, либо, если это невозможно по, допустим, уровню развития ребенка, то тогда что мы с этим будем делать, как мы с этой ситуацией будем справляться. Так, любознательно интересуется новым и неизвестным, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать, способен самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности. Обратите внимание сейчас, наверное, даже в большей степени для родителей, у которых, может быть, это немножко резко, да, но мы говорим так часто, да, недообследованная история, да, то есть вроде бы чего-то есть, но как будто бы непонятно чего, вроде бы как будто бы он и похож на сверстников в своем развитии, но как будто очень часто воспитатели, например, или другие взрослые люди говорят о том, что он чего-то не знает, как-то ведет себя не так, вот, и привлекает к себе вот таким поведением внимание. И вообще, на самом деле, наверное, это самое основное, что мы должны сделать для того, чтобы помочь ребенку хорошо адаптироваться к школе, это очень важная вещь. Это вот как первый шаг, да, как вот мы знаем о том, что первое впечатление, оно закладывает в дальнейшем, в целом отношение к человеку, к ситуации какой-то, вот. И как, наверное, во всем, и в этом в том числе, здесь необходима честность. В первую очередь, честность родителя перед самим собой и перед своим ребенком. Когда родитель занимает позицию, что у нас все хорошо, проблем никаких нет, и это вы, ну, неважно, там дальше перечисление идет, там чего-то не можете, не понимаете и так далее, вот, эта позиция ведет к тупику, эта позиция не ведет к разрешению ситуации. И только когда родитель честно понимает о том, что сейчас происходит с ребенком, на самом деле, вот, просто каким-то, ну, отстраненным, невключенным взглядом родителя, который любит своего ребенка и принимает любым, а вот таким взглядом, ну, скажем, эксперты, да, сравнивает и видит, что действительно у ребенка есть какие-то сложности в развитии, какая-то инакость в развитии, да, по-другому он развивается. Но только тогда, когда родитель это действительно увидит и примет, и честно в разговоре со специалистами признается в этом. Это самый правильный, самый первый шаг к тому, чтобы дальше идти вместе со специалистами по пути развития, обучения ребенка, коррекции, помощи и так далее. А иначе это будет, как бы, ну, либо поход и борьба с какими-то там, скажем, ветряными мельницами, да, либо в одиночку, либо игнорирование того, что происходит, да, все нормально, это у вас там в школе проблема, у меня дома все и в туалет ходит, и любознательный, и все вообще, и разговаривает на нескольких иностранных языках. Вот, то есть первое, это вот, скажем, вот такой честный взгляд, как бы, да, на ребенка. Вот, значит, эмоционально отзывчивый, обращаем внимание на эмоциональную сторону развития ребенка, это также важно, это также показатель его правильного взросления. Если мы говорим о том, что это ребенок уже с определенным диагнозом, ну, например, с расстройством аутистического спектра, понятно, что здесь мы не можем под норму ребенка подстроить, и речь-то не об этом, что вы должны к школе каким-то волшебным образом, да, все эти навыки, качества там быстренько за полгода наверстать. Но мы говорим о том, что, сейчас как раз следующий слайд у нас будет, да, о том, что школа – это школа, мы же идем в обычную школу, обычная школа настроена на обычных детей, вот, на такой портрет усредненного школьника. Вот, и мы хотим сейчас понять, почему школа находится в удивлении, изумлении, может быть, иногда в негативе, в отрицании, вот, что там не совпадает, да, не совпадают два портрета. Идеальный портрет, к которому готовится школа, да, это школа, это же система, вот, а система, она складывается с темы обучения учителей, например, педагогов, да, то есть учители учили, что они будут работать с обычными детьми, вот с такими, вот с таким вот портретом, да, а приходит ребенок немножечко с другим портретом, да, у которого либо вовсе ни одного из этих качеств нет и не сформированы, да, вот эти навыки, ну, либо какие-то из них в каком-то ином состоянии, где-то гипертрофированы, где-то отсутствуют, скажем так. Вот, ну, что там у нас дальше? Овладевшие средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владея идеологической речью, конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. Общение – это одна из наиважнейших, ну, я не знаю, функций, да, вообще функций нашей жизни. Вот, поэтому то, каким образом у ребенка в целом развита речь, а сейчас детей с различными нарушениями речевого развития очень много, очень много. И причем эти речевые развития, хотелось бы сразу обратить внимание родителей, они ведь не связаны только с тем, что ребенок не выговаривает какие-то звуки, да, вот. Далеко не в этом, да, и на самом-то деле, если проблема только в этом, она достаточно быстро корректируется, вот, по возрасту звуки, там, в 5 лет, потом в 7 лет, звуки позднего антогенеза, они сами могут встать, и как бы это и не будет вовсе никакой проблемой. Но за этим часто кроются более глубокие нарушения, такие как, допустим, нарушение фономатического слуха, когда ребенок не просто не выговаривает какие-то звуки, а он не слышит или неправильно слышит фонемы. И, соответственно, это будет отражаться на письме. А сказать вам об этом может только специалист. И вы можете обратиться к этому специалисту и даже самостоятельно это сделать, и не ждать того, что логопед придет и проверит вашего ребенка в садике, а просто записаться к нему на консультацию, например, в детском саду, да, и проверить речь ребенка и на все, скажем так, ее стороны. Вот. Далее. Способна управлять своим поведением и планировать свои действия, направленное на достижение конкретной цели, да, то есть поведение ребенка должно быть прогнозируемым. Понятно, что ребенок эмоционален в этом возрасте. Понятно, что он может от чего-то заплакать, расстроиться и так далее, но плюс-минус мы ждем от ребенка адекватных ситуаций, реакций эмоциональных и поведенческих. Вот что как бы, да, опять же, вкладывается в портрет вот такого готового к обучению в школе ребенка. И способны решать интеллектуальные и личностные задачи, да, проблемы адекватные возраста. То есть сюда вкладывается и познавательное развитие ребенка, да, что он должен знать, например, ну, об окружающем мире, времена года, цвета, стороны, лево-право, там, вверх-вниз, ориентироваться на листочке, потому что ему же писать на этом листочке, рисовать, да, он должен по инструкции действовать. Ну вот и так далее, да. То есть это вот можно еще тут, не знаю, час, наверное, обо всем этом рассказывать, да, но приблизительно вот такие стороны развития ребенка, мы должны с вами учитывать и для себя понимать, где, в какой части у вас не совпадает. Опять же, я еще раз призываю, как бы, к честному видению вот этой проблемы, вот этой ситуации, да, развития ребенка. Вот. И вот смотрите, значит, что у нас, допустим, получается. Ну, для примера взяла ребенка с расстройством аутостического спектра. Почему? По одной простой причине, что, как правило, именно таким детям с такими нарушениями, с такими особенностями в развитии требуется больше, чем остальным, специальных условий, создание специальных условий обучения. То есть если, например, каких-то детей можно даже и не заметить, ну, каких-то детей с особенностью, то ребенка с расстройством аутостического спектра, ну, чем больше, скажем так, да, у него есть этих особенностей, тем быстрее вы его заметите, да, и тем больше условий ему нужно создать, да, для того, чтобы ему было хорошо и нам, соответственно, если мы говорим о стороне школы, да, тоже было хорошо. А что это значит, хорошо? Это значит, что ребенок не будет выдавать, допустим, каких-то аффективных реакций, с которыми мы не будем знать, как справиться. Вот. Ребенок будет идти на контакт, ребенок будет усваивать школьную учебную программу, да, то есть вот как бы вот это значит нам хорошо, да, то есть вот как бы у нас будет мало проблем, и мы сможем свою учебную деятельность вести так, как мы запланировали. Ну, вот он у нас слева, портрет первоклассника неготового к школе, да, ну, не буду зачитывать, думаю, что вы сможете самостоятельно, да, это все посмотреть. Вот они особенности развития, например, ребенка с расстройством аутостического спектра, да, здесь есть определенные пересечения, и мы говорим о том, что, ну, по сути дела, любой ребенок с ОВЗ, можно ставить знак равно, это ребенок неготовый к школе, ну, вот так вот, да, неготовый. И поэтому, соответственно, для того, чтобы он, ну, хоть как-то вписался в портрет вот этого самого идеального школьника, вот, надо очень сильно постараться, да, потому что в школе ждут вот приблизительно то, что вот здесь слева, да, вот, а получится уже как получится, да, ну, вот просто прошу прощения для корректности, да, немножечко здесь смайлик такой добавила, вот, чтобы никого не обидеть, ну, реальный портрет ребенка, как бы школа, вот, и может, и может получиться по-разному, да, и вот это вот, допустим, вот даже эту фотографию ребенка с ОВЗ, которая у нас вот справа, да, расположена, вот, ее можно было сделать на третий год обучения ребенка, а все это время до этого ребенка невозможно было, ну, скажем так, сподвигнуть, да, какое слово еще подобрать, слово попросить, да, или создать каким-то вот образом такие вот условия, да, вот, где он мог бы, ну, скажем так, принять вот эту историю фотосессии, это вот была на 1 сентября фотосессия, вот, и вот, как бы этот ребенок, вот, в роли ученика здесь пребывает, да, то есть на это ушло 3 года, вот, все, как бы, достаточно непросто. Ну, давайте дальше. Итак, кто же у нас включен в эту историю адаптации, принятия ребенка, в эту историю перехода из дошкольного образовательного учреждения в школу? Три стороны, дети, родители и педагогический коллектив. То, что мы хотим от детей, мы, собственно говоря, с вами разобрали, да, есть определенный уровень готовности, к которому необходимо стремиться. Сам по себе ребенок стремится, особенно ребенок с особенностями в развитии, да и, собственно, любой этого возраста не может, вот, он не может саморазвиваться, если мы не создадим ему специальных условий. Если мы не будем этому способствовать, тем более, если это ребенок с инвалидностью, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, я думаю, что дойдя уже и пройдя с ребенком определенный путь, любой внимательный родитель понимает, что путь жизни ребенка, пока он учится, будет неразрывно связан с сопровождающим коррекционным образованием. Невозможно без коррекционного сопровождения, если мы говорим не о физических только нарушениях, а о ментальных нарушениях, да, у ребенка есть проблемы в интеллектуальной сфере, в внимании, памяти, там, ну и так далее, воображении, речи. Вот невозможно отвергнуть коррекцию и сделать вид, что только лишь отдав ребенка в музыкальную и художественную школу, вы совершенно замечательно со всей историей справитесь. Вот. Поэтому, собственно говоря, как мы говорим о дошкольном детстве, да, такой благоприятный период, сензитивный период для того, чтобы помочь ребенку развиваться. И, опять же, вот смотрите, бывают разные пути, и мне хочется какие-то жизненные примеры вам привести для того, чтобы было понятнее, как действовать конструктивнее. Ну, например, представим, что у вас есть хорошая знакомая, не знаю, вашей мамы, ваша личная, еще кто-то, вот, которая долгое время работает педагогом, например, да, вот, и она вообще хороший педагог, и она занимается с ребятами, у нее хорошие выпуски и так далее. Вот. И вы думаете, ну, зачем мне какой-то дефектолог, там, благопед, психолог, там, нейропсихолог, все это сложно и прочее. Вот, как бы, она сейчас возьмет, научит, и все, как бы, все будет нормально. Вот. Это опять, вот, к вопросу о честном отношении к ситуации. Да, возможно, чему-то научит, не спорю, да, в зависимости от того, сколько, ну, насколько серьезные нарушения. Ну, вот, например, у психологов есть такое правило. Ну, я думаю, что, наверное, у любого специалиста есть такое правило, и у врачей, скорее всего, тоже. Если ты понимаешь, что вот та проблема, с которой к тебе обратились, выходит за рамки твоей компетентности, то ты не берешься за решение этой проблемы, ты отправляешь к специалисту, который в этом разбирается. Потому что ты, мало того, не поможешь, а, может быть, еще и навредишь. Вот. Поэтому есть определенные специальные подходы, как учить детей задержки развития, как учить умственно-отсталых детей, детей с аутизмом, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящих, слабослышащих. Это специальные огромные разделы коррекционной педагогики. Этому учат специалистов много лет, да, на факультетах, да, коррекционной педагогики. И невозможно просто так, да, там, прочитав какую-то брошюрку, вот, стать хорошим специалистом в этой области. Поэтому если перед вами стоит выбор, к кому вы будете ходить, к знакомому хорошему педагогу и к коррекционным специалистам, надо ходить и туда, и сюда. Вот. Почему я вам так сказала? Ну, потому что, да, то есть, первое, это, конечно, коррекционные специалисты, сто процентов. А второе, да, пусть это будет ваш педагог, но только не в единственном, скажем так, числе, помимо специалистов-логопедов и прочих, да. Вот. Иногда педагоги берут на себя, особенно педагоги такого поколения, которые еще, наверное, там, нас учили, да, вот, и тогда не было. Ну, были, но они были не в обычных школах специалистов, там, дефектологов, психологов, и мы постоянно слышим о том, ну, как же мы раньше жили без этих, ну, жили же как-то же, мы же без вас, вот, психологов тут всяких, логотедов, дефектологов. Вот. Все нормально, все, научим. Не вопрос, научим. Вот. Научить-то, может быть, чему-то научат, но когда мы говорим о нарушениях, мы говорим о базовых нарушениях, тех, которые лежат, и которые являются основой вообще всех проблем, которые будет ребенок испытывать в школе. Вот с этой, вот, основой работают специалисты коррекции. Вот. Поэтому ни один самый замечательный педагог, не имеющий образования специального, с этим не работает. И даже если чему-то поверхностно научат, вот, он может это сделать, ну, в отрыве, скажем так, да, от комплексного развития ребенка, вот. И вот эти все навыки, да, не факт, что они будут дальше генерироваться на все остальное, на все остальные сферы жизни. Специалисты коррекции этим занимаются комплексно. Вот. Поэтому, да, зачастую это проблемная ситуация. Не всегда, я бы даже так сказала, да, это может быть, например, какая-то деревня или какое-то село, и совершенно вообще нет никаких специалистов коррекции, да. Мы же сейчас меряем нашими категориями, да. Я живу в Подмосковье, вот вышел тут и психолог тебе, и логопед, а он до Москвы доехал, так там вообще в груди специалистов. А бывает так, что родители, допустим, там, обращаясь, ну, говорят о том, что, а у нас нет, вообще никого нет. Вот. Но в любом случае у нас есть интернет у всех сейчас, да, у нас есть возможность и консультации, и онлайн занятий в том числе, да. Это может быть не самый лучший вариант, но это один из вариантов, да. И, кстати, один из вариантов, который, допустим, очень неплохо себя показал, не является заменной. Я не сторонник этой истории. Но тогда, когда мы все вот сели с вами в пандемию, да, на карантин, сидели дома, и в том числе, например, сидели дома ребята, которые обучались вот в школе, в которой я работала, это были наши дети с аутизмом, с умственной отсталостью, и они тоже сидели дома, для них вот этот привычный ритм жизни был нарушен, они испытывали достаточно большой стресс от того, что они не ходили в школу, не было привычных занятий, и для них даже вот то, что учителя наладили очень быстро, вот это онлайн-общение, где мы включали камеру, да, и с ними общались и проводили уроки вот таким образом, помог им, скажем так, достаточно стабильно выйти из вот этой ситуации. Вот, поэтому дети, дети, родители, правильная позиция родителей, ну и, конечно, педагогический коллектив. Здесь, что я вам могу сказать? Ну, если бы это было, был бы сейчас семинар для педагогов, да, у меня была бы своя история того, что я бы хотела сказать. Все-таки здесь в большей степени наш семинар направлен на родителей. Вот, я бы сказала так. Приходя в школу, идите сотрудничать, не идите конфликтовать, разбираться и решать, кто прав, кто должен, а кто не должен. Был такой вот образ хороший на одном из конкурсов профессионального мастерства. Педагогу нужно было решить какой-то кейс, какое-то задание, да, какую-то задачу, которую ей предложили. Вот, а эта задача была в том, чтобы договориться с мамой, которая вот в таком конфликтном, скажем так, да, в конфликтной такой позиции. И у педагога возник такой вот образ о том, что, ну вот, давайте представим, что вот ваш ребенок – это птица, вот, и одно крыло – это я как педагог, а другое крыло – это вы, как родитель. И вот только синхронно, скажем так, да, вот, махая вот этими крыльями, наша птица будет лететь, не будет все время заваливаться куда-то, да, или тормозить полет, она сможет взлететь, то есть она сможет двигаться, сможет развиваться, если мы будем с вами совместно что-то делать. Вот для меня этот образ, это было лет, наверное, 20 уже назад, да, но этот образ для меня очень показателен. Вот, вот, правда, только в совместности действительно можно добиться очень хороших результатов. Ну и потом опять, вот, ребенок должен быть всегда в центре. Вот, как бы вам не хотелось доказать, что вы правы, там, педагоги неправы и так далее, поставьте не свои амбиции, а интересы ребенка в центре. Как для него будет лучше? Как сделать так, чтобы его состояние, его учеба в школе, вот, приносило ему успех и удовольствие. Так, ну вот смотрите, вот приблизительно, вот, я не знаю, такой, как это, какой-то негармоничный овал, да, иначе все не вписывалось. Вот, для меня это выглядит примерно так, да, то есть если бы мы с вами хотели увидеть какие-то идеальные условия, комплекс идеальных условий, которые можно было бы создать, в некоторых школах такое есть и такое создается, для обучения детей. Ну вот здесь я написала с расстройством атеистического спектра, просто можно с ОВЗ, да, не обязательно именно вот это нозология. Это взято просто для примера, я уже объяснила, почему именно это. В первую очередь, это все-таки программы преемственности между дошкольным образованием и школой. Если вы проживаете, например, в Подмосковье, в Москве и в ряде других городов, где уже образованы школы, комплексы, это тогда, когда и детский сад, и школа, они одна школа, да, то эта программа очень быстро и очень хорошо, как бы, да, образовывается, потому что мы становимся одной организацией, мы понимаем, что вот эти дети, даже дети, которые будут вызывать у нас много вопросов и, может быть, даже каких-то проблем и трудностей, они все равно будут наши, они все равно придут к нам в школу. Так не проще ли нам познакомиться с этими детьми, а детей познакомиться со школой, да, и понять, как бы, кто к нам придет. Поэтому программы преемственности для, вот, дошколки и основного образования в школах-комплексах достаточно быстро решаются. Вот, можете поинтересоваться, если вы ходите в садик, вот, с какой школой дружит этот садик, например, да, и, как бы, есть ли там дни открытых дверей, вот, передают ли они какие-то вот такие индивидуальные сведения, в хорошем смысле, не в том, что они что-то рассказывают там, да, а надо передавать эти сведения, надо рассказывать о детях, потому что таким образом учителя готовятся и знакомятся с тем, какой ребенок придет. Потому что если это произойдет 1 сентября, когда ребенок, например, закатит истерику от того, что он будет просто в стрессе на линейке, да, и он не будет готов к тому, что происходит, и это будет сюрприз тогда для всех, да, и праздник будет испорчен просто для всех. Если мы сделаем вид, что все хорошо и, как бы, не надо никого знакомить, а то, не дай бог, познакомишь и в класс не возьму, да, вот то, чего мы боимся. Еще один момент. Не во всех школах это есть. И, может быть, даже, скажем так, школа, может быть, даже и не особо каждая стремится к этому, но это, наверное, при нынешней ситуации одно из правильных решений. Не самое популярное, но правильно, это создание групп подготовки к школе конкретно для детей с УВЗ. Вот, все-таки для детей с УВЗ. Вот, потому что, ну, потому что, скажем так, да, даже если мы представим, как сейчас выглядят группы подготовки дошколяток наших, вот их там сидит 30 человек, и там какой-то 29-30 сидит ваш ребенок, которому и индивидуально это тяжело удержать внимание, а среди вот этих 30, ну, он его и не удерживает, но он как-то сидит, чего-то там слышит, может быть, даже чего-то там делает, а не факт. Вот, и сказать, что это очень, ну, позитивно действует, да, или как-то это развивает его, ну, большой вопрос. Вот. Единственный плюс всего этого, да, вот у нас тоже так периодически мы, очень ярко виден такой ребенок сразу на фоне остальных детей. Вот. То есть вы, на самом деле, если вы заинтересованные родители, вы должны быть рады, что вашего ребенка специалист увидел. Вот если он не увидел вашего ребенка, это плохо, потому что так вот, как бы, вот он с этими проблемами пойдет. Вот в первый класс и дальше, и дальше. То есть когда он увидел на подготовке к школе, вы привели, вот, и он вас пригласил на консультацию, сказал, смотрите, вот у нас, допустим, да, вот в поведении вот это я вижу, в познавательном развитии вот это, на занятиях вот так проявляется. Давайте с вами поговорим, да, какие у вас особенности есть в развитии. Может быть, вы уже проходили вот по МПК, да, есть какой-то, какая-то рекомендация о какой-то программе, да, или там особенности здоровья, еще что-то, да, то есть, ну, хороший, корректный специалист, он не набросится к вам с обвинениями, он не обидит вас, да, тем, что, зачем вы привели своего ребенка, он будет корректно выяснять нюансы и особенности развития ребенка, чтобы понимать, как вписать этого ребенка в школу, да, как сделать так еще там за полгода или за целый год, потому что коррекция – это очень длительная история, она не происходит за один месяц или там за три месяца летний. Вот, поэтому не надо этого бояться, надо идти на встречу. Просветительские мероприятия для родителей детей в целом с ОВЗ, да, хорошо их, если они проводятся в школе, хорошо посещать в школе, в школе бы надо этим заниматься, вот я бы так сказала, и садам в том числе. Если, например, в вашей школе или в детском саду есть родительская группа для родителей детей с ОВЗ, или она хотя бы есть у вас там где-нибудь в микрорайоне, например, да, или где-то, да, потому что она оказывает хорошую, такую терапевтическую поддерживающую историю, вот, потому что любому родителю, у кого ребенок пошел в первый класс, нужна поддержка, любому просто, мы это знаем, это очень тяжело сейчас, как бы, да, вот, взрослеть вместе с ребенком, помогать ему взрослеть, вот, а тем более родителям детей с ОВЗ, вот, ну и понятно еще раз про преемственность методов формы в приемах коррекции, да, уже здесь мы говорим про коррекцию, вот так вот по-хорошему бы, если бы все мы могли вот это все соблюдать, да, все это делать, было бы здорово, причем здесь родители, родители могут стать инициаторами любой этой части, понимаете, вот, можно прийти, вот, хлопнуть дверью, топнуть ногой, нахмурить брови и сказать о том, что вы обязаны это сделать, ну, тут еще надо доказать, кто чего обязан, да, это вот я придумала, я вижу так эту идеальную модель, да, сказать, что обязаны, ну, вряд ли вот все это можно, скажем так, совсем-совсем, да, вот, что это все должно быть, вот, это идеально, так хотелось бы, но школа может быть готова, а может быть не готова, а в школе может даже и не быть, например, логопеда или психолога, тоже такая история может быть, и вот школа не готова, там, школа в деревне, когда пришел там первый ребенок с УВЗ, вот, нет специалистов коррекции, хоть топай, хоть хлопай, что угодно делай, школа не знает, как это делать, понятное дело, что там могут научиться и прочее, но опять же, давайте про вот эти два крыла, да, вспомним о том, что ведь обе стороны заинтересованы, чтобы ребенку-то было хорошо, и поэтому, пожалуйста, а если вы станете инициатором, например, организации родительской группы, а почему нет, почему нет, пожалуйста, и я думаю, что найдется там зауч, педагог или тот же там психолог, или кто-то, кто присоединится, да, и поможет вам это все организовать, а инициативу, например, проявите вы, и скажете родителям, да, потому что я же знаю, что многие родители общаются в своих группах, в своих чатах и так далее, да, и я думаю, что многие поддержат, иногда вот эта инициатива, которая идет изнутри, она гораздо более продуктивная и ценная, скажем так, да, для, конкретно вот для родителей, вот, а даже, знаете, вот мы же признаем, когда мы говорим о том, что вот мы имеем дело с родителями детей с ОВЗ, мы признаем, что многие родители являются иногда большими экспертами, даже в развитии там своего ребенка и в каких-то там других иных вопросах, вот, чем любой какой-то отстраненный специалист, не имеющий практического какого-то вот, решения проблем с ребенком инвалидом, поэтому вы можете быть экспертом, да, вы можете вместе там с вашими специалистами школы проводить просветительские мероприятия, например, для родителей, да, где, что и как возможно для детей сделать, поэтому подумайте об этой роли, да, не о такой пассивной роли, когда сдали ребенка и чего-то там с ним в школе сделать, вы такой же точно участник образовательного процесса. Так, еще раз, да, про специальные условия получения образования, может быть, кто-то был на первом семинаре, не был, вот они здесь указаны, даже я ссылки сегодня сюда добавила, если мы говорим про образовательные программы, адаптированные, вот, можно их посмотреть на госреестре, зачем их родителю посмотреть, ну, кому интересно, каким образом, какими методами, с помощью каких подходов, особенностей, должны обучать ребенка с тем или иным нарушением, пожалуйста, на госреестре, там есть все виды программ, вы можете ознакомиться и увидеть, как бы, как это все должно осуществляться. Есть ряд специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов. Обращаю ваше внимание, здесь есть некое рассогласование. Когда школа закупает, например, учебники, чтобы она их закупила, приходит определенный перечень этих учебников, да, соответствующие тоже федеральным государственным стандартам, приказы, министерства и так далее, школа их не закупает просто так, какие хочет. Вот. И здесь мы смотрим, входит ли вот в перечень, не входит в перечень, закупаем то, что, на что есть, скажем так, ну, что мы видим в, собственно говоря, да, вот в этой табличке, в этом перечне. Другой вопрос, это не значит, что мы больше ничего не приобретем, это значит, что это будет, ну, следующей задачей, для кого-то это будет следующей проблемой, потому что вы вот за каждым вот этим видите, да, что это финансирование, это деньги, вот, там разные статьи финансирования, разные возможности разных школ, вот, если вы когда-то для своего ребенка приобретали, например, комплект специальных учебников, да, то вы знаете, что, один этот комплект может стоить, там, порядка 10 тысяч рублей, это дорого, это такая очень достаточно дорогая история, вот, поэтому, да, эти учебники должны быть для ребенка приобретены, но просто вы должны понимать, что это не всегда так просто, как нам кажется, да, что вот они должны, если вы пришли, например, скажем так, в сентябре и принесли только в сентябре, ваше заключение, а закупка учебников идет в январе, в феврале, по-моему, она заканчивается, если там есть дополнительные какие-то возможности, она может где-то чуть попозже, да, но, скажем так, тогда, когда вы пришли в сентябре и показали ваше заключение, школа уже на следующий год заказала, либо не заказала, да, ну, на вас, соответственно, она не может заказать, потому что документов-то вашего нет, вот, поэтому вот это все связано с такими моментами, ну, вот с такими вот моментами, да, и тут мы ничего поделать не можем, да, то есть предварительно школа, не имея на руках документов, и, опять же, даже если вы принесете в марте ваше заключение, вы еще не являетесь учеником этой школы, да, вы еще, в приказе вас нет, что вы ученик этой школы, невозможно заранее на вас заказать и израсходовать государственные деньги, да, в размере около, там, 10 тысяч на комплект учебников, вот, поэтому все это иногда делается, может быть, не так быстро, какой-то школы, потому что есть на это определенные обстоятельства, которые не всегда возможно как-то решить быстро. Специальные технические средства обучения коллективного индивидуального пользования, но чаще всего это для слабослышащих и слабовидящих детей. Иногда, допустим, какая-то школа входит в определенную программу, например, у нас была такая программа по Подмосковью, она, по-моему, сейчас тоже существует, да, однозначно, и там, значит, для детей, которые учились с применением дистанционных образовательных технологий, вот, поставлялись очень хорошие комплекты технических средств обучения, начиная с ноутбуков, там, лаборатории, фотоаппаратов различных, специализированных клавиатур, мышек и всего-всего прочего, что достаточно дорого приобрести, как родителю, вот, и даже школе дорого приобрести, вот, а, допустим, по вот этой специальной программе можно было подать учащихся, да, и, собственно, Московская область, да, выделяла на это средство, тоже, пожалуйста, да, но очень часто родители, особенно после пандемии, когда только начинаешь говорить о том, что дистанционное, да, с применением дистанционных технологий, родители очень пугаются, они даже не дослушивают и говорят, нет, нет, мы на дистанции учиться, нет, нам ничего не надо, вот только ни в какие нас списки не вносите, то есть ты таким образом пытаешься добыть это оборудование, чтобы, ну, дать ребенку, да, и родителям облегчить родители боятся, да, и пытаются от этого спрятаться, вот, ну, и так далее, да, тут понятное дело, что коррекция обязательно нужна, вот здесь прямо это прописано, да, и безбарьерная среда, опять же, ну, большинство тех школ, которые можно обозреть в округе, да, и когда мы перемещаемся, ну, оборудованы пандусами, все остальное тоже такая история, которую я прекрасно знаю, да, вот, хорошо, все оборудовано, мы видим, например, пандус, мы заехали по этому пандусу, вот, но нас никто не встречает, мы везем своего ребенка, он на коляске, ребенок с нарушением аккорно-дивидительного аппарата, вот, и мы едем по прекрасной площадке, подъезжая к школе, вот, которая тоже оборудована вот этими пупырчатыми желтыми прямоугольничками, да, для того, чтобы людям с нарушением зрения, как бы, да, как-то видеть, и чувствовать, что там происходит, вот, и заканчиваются вот эти чудесные пупырчатые желтые вот эти прямоугольнички не там, где начинается порожек школы, а за там несколько сантиметров, и колесо попадает как раз вот между вот этими пупырчатыми желтыми прямоугольничками и порогом школы, и родитель просто оказывается в такой ситуации, что ему физически нужно вытащить эту коляску на себя, да, преодолеть вот этот порожек, вот, и еще дверь открывается к слову на себя, да, то есть вообще железная такая прям, вот, поэтому, да, ну, мы понимаем о том, чтобы, чтобы это переделать под действительно доступную среду, иногда нужно переделать всю школу, да, и вроде бы, как сейчас застройщики все это учитывают, да, и широкие там эти пролеты, и так, чтобы не было вот этих вот порожков и так далее, и так далее, вот, ну, далеко не во всех школах это есть, да, то есть все, что там возможно каким-то образом, нам, как мы решали эту ситуацию, да, мы переварить эту дверь, там, переделать, ну, по какой-то причине, думали, думали, там, директор ходил, там, завхоз ходил, еще там с кем-то консультировались, ну, как-то вот не получилось, да, это переделать, выделили человека, который встречал, который просто помогал перетаскивать эту коляску, которая попадала колесом конкретно вот в этот кусок, и это было физически очень тяжело, вот, как бы, вот она доступная среда. Так, ну, в принципе, конечно же, опять-таки, да, вот здесь вот на что я хочу обратить внимание, я думаю, что вы все знаете, что такое ПМПК, и мы уже говорили, не надо уговаривать специалистов в ПМПК дать ребенку программу получше, вот, почему я так говорю, ну, потому что я сама работала в ПМПК несколько лет, я знаю, как это происходит, да, вот, я знаю, что специалисты ПМПК при всем моем уважении тоже остаются людьми, и иногда, особенно, если это не большой город, где, ну, по сути, люди друг друга не особо не знают, да, и не пересекаются, когда это такая калуарная история, вот, и родители переживают о том, что будет какая-то программа, где-то ребенку там поставят какой-то там штамп, еще что-то, и, в общем, крест на его жизни, вот, то даже на этом уровне мы имеем, как бы, иногда делал, но я говорю, потому что я об этом знаю, да, я не придумываю сейчас, вот, о том, что, ну, мы же как бы вроде друг друга знаем, ну, ладно, давай попробуем вот эту вот программу мы тебе напишем, вот, и приходит этот ребенок вот с такой, как бы, легенькой такой программочкой, да, а вот специалисты в школе смотрят и думают, как мы можем учить по этой программе, у нас не получается, вот, и родитель продолжает до конца делать вид о том, что ничего не знаю, вот оно вот так, вот, учителя как, ничего не получается, да, и опять мы возвращаемся к тому самому первому вопросу о честности, да, вот, ну, и, конечно, квалификации специалистов, вы можете засомневаться, вы можете быть не, скажем так, не согласны с тем, какую программу рекомендовали вашему ребенку, пожалуйста, обращайтесь, я не знаю, там, в центральную, в какую-то там территориальную, езжайте, выясняйте, это ваше право, ничего плохого в этом нет, специалисты бывают разные, они иногда могут подыграть родителям, если тут личностные какие-то моменты, вот, встречаются, а иногда специалисты бывают не очень специалисты, ну, кто был, того в КМПК и посадили, вот, и тогда будет такая программа, которая тоже не подойдет ребенку, вот, потому что если ребенок обучается по адаптированной программе, в школе не усваивает ее, здесь, собственно, два варианта, да, то есть, либо программа не подходит, неправильно вам ее рекомендовали, либо на месте не реализовывают то, что должны реализовать, все, как бы больше волшебства нет, вот, если все делают, а не получается, возвращаемся снова на ПМПК, к тем специалистам, которые компетентны, которые посмотрят, как следует, вот, и, как бы, да, рекомендую ту программу, которая, собственно говоря, подойдет, вот, придя в школу, да, вы приносите заключение, вы попадаете в объятия, я хотела сказать в руки, но руки звучат как-то угрожающе, в объятия, психолого-педагогического консилиума, который поможет построить индивидуальный образовательный маршрут для любого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, который вместе с вами разберет, что же это такой за вариант вот этой программы адаптированный, да, АОП, ОВЗ, который с вами поговорит о форме обучения, сейчас обращу на это внимание особое, вот, который разработает адаптированную программу конкретно под вашего ребенка или специальную индивидуальную программу развития, да, если нарушения ребенка достаточно тяжелые, вот, который будет разрабатывать индивидуальные, индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный маршрут и ту модель инклюзии, в которой ребенок будет пребывать и будет учиться. Самое основное, тут так много основного, но еще одно основное, ну, это вот про то, как оно должно выглядеть, да, вот, создать такие условия, чтобы все могли, собственно говоря, получать все те возможности, да, которые есть, вот, вот, про форму обучения, если, допустим, ну, для примера, расстройство аутистического спектра, опять же, говорю, почему, ну, просто потому, что для них надо много таких специальных, да, какие-то прям специальные, специальные условия в квадрате. форма обучения. Форма обучения, это в школе, ну, вот так, если попросту, да, либо на дому. На дому можно учиться с применением дистанционных технологий, ну, например, да, вот, как я вам приводила пример, там, по одной из программ Московской области, либо без применения дистанционных технологий, и есть семейная форма обучения. Это тогда, когда через комитет по образованию вы к какой-то школе прикрепляетесь, но вы там не учитесь, вы просто там сдаете промежуточную аттестацию. Все. Больше, как бы, школа к вам, скажем так, ну, не имеет отношения, но потом документы об образовании выдают тогда, когда вы вот выучились. Вот. Значит, если мы говорим об индивидуальной надомной форме обучения, это значит, вы обучаетесь на дому, по адресу регистрации своей, к вам по расписанию приходят учителя, вот, специалисты коррекции, и учат вас. Иногда происходит таким образом, что родители договариваются со школой, и ребенок приходит в школу учиться, ну, тоже по индивидуальному расписанию, вот, один на один с учителем, вот, ну, многие родители говорят о том, что, ну, он как будто бы совсем оторван от коллектива, когда он на дому учится. Мы хотим, чтобы он чувствовал, что у него тоже вот есть эта часть жизни, школа. По согласованию, да, я бы так сказала, что формально это нарушение, вот, но опять же мы здесь говорим о чем? О вот этой стороне какой-то, какой-то такой совместности, да, и понимания того, что и как. То есть я думаю, что есть какие-то все-таки механизмы договоренности, по крайней мере, допустим, заявления в письменном виде, которые родители могут инициировать, да, и может подать его, попросить о том, что я прошу проводить, допустим, там, ряд занятий, может быть, не все, может быть, какие-то занятия, да, из расписания и учебного плана, который у ребенка, вот, допустим, на территории школы. Это вопрос, который открытый на самом деле. Я вот вам его обозначаю и родителям в том числе, потому что на него есть четкий документальный ответ, но на него нет четкого жизненного ответа. Просто потому что к нам приходят родители, которые просят о том, они, ну, те, которые говорят дома, дома, не вопрос. Есть ряд нарушений, когда тяжело перемещаться. Мы, например, даже можем предложить родителям, смотрите, у нас там лаборатория есть, ребенок мог бы вот здесь чем-то воспользоваться, да, мы могли бы, родители говорят, мне его физически тяжело, да, все, не вопрос, как бы, да, но мы предложили, нет, значит, как бы все, мы ходим домой. Вот, а есть ряд родителей, которые наоборот говорят, нет, ну, лучше, он в школе лучше учится, он хочет ходить в школу, пожалуйста, да, мы просим, чтобы вы организовывали занятия в школе. Ну, письменное заявление, как бы, да. Если мы, например, говорим о детях с расстройством атеистического спектра, здесь вот смотрите, какая история, ребенок может ходить в обычный класс, ну, там регулярный называется, обычный класс, вот, просто ходить в зависимости от того, какая программа, вот, часто таким детям рекомендуется тьютерское сопровождение, и в заключении ПМПК это будет прописано, что рекомендован тьютер, и чаще всего ребенку будет тяжело, по крайней мере, в самом начале без помощи тьютера справиться, а бывают такие дети, которым тяжело и дальше без помощи тьютера справиться, ему надо несколько лет тьютерское сопровождение, но при этом он может учиться в составе общеобразовательного класса. Иногда бывает так, что он учится, учится, но у него есть какие-то определенные такие вот точечные, скажем так, сложности, ну, например, у кого-то с математикой, у кого-то, наоборот, с русским языком и чтением, и тогда, например, он может на определенные предметы уходить в так называемую ресурсную зону, если она есть в школе, или ресурсный класс, если он есть в школе, да, вот, и там восполнять эти дефициты, потому что там преподают педагоги, которые имеют специальное коррекционное образование, ну, чаще всего учителя-дефектологи, учителя-логопеды, вот, и там они уже отдельно, скажем так, с ребенком помогают и догоняют вот эту самую программу. Если у ребенка достаточно серьезные нарушения, расстройства, как, ну, например, расстройство аукустического спектра, то полностью ребенка посадить в класс, и чтобы он учился, как все остальные дети, иногда не представляется возможным. И тогда мы рассматриваем либо индивидуальную надомную форму, вот, либо, если есть в школе ресурсный класс или ресурсное пространство, ну, или класс коррекции, как угодно, да, то есть, ну, там уже как, у кого как есть. Вот, если ни у кого никак нет, но в классе плохо, тогда индивидуальная надомная форма обучения. Здесь есть минусы, есть плюсы. У меня осталось две минуты, я заканчиваю. Вот, минусы и плюсы, вот они здесь на слайде есть, вот, я думаю, что, как бы, их можно, они обсуждаемы, скажем так. И, наверное, вот еще последний момент, да, о том, что, ну, инклюзия, по-другому включение, да, то есть мы включаем ребенка в класс, в школу, да, и можно использовать систему постоянной, полной инклюзии, когда ребенок, вот он учится в классе, со всеми ходит на все мероприятия, вот, и кричит там на этих мероприятиях, его пытаются угомонить, вот, успокоить, учитель выводит, а что тьютера нет, остальные 30 детей остаются без поддержки учителя, вот, ну, зато он, зато он в классе, зато в школе всем, ну, в смысле, не всем родителям хорошо, они полагают, что он, как бы, да, вот получает полностью то, что должен получить, не совсем согласна, да, то есть, если не готов, то, наверное, этот вариант постоянной, полной инклюзии, как бы, не очень подходит, частично эпизодическая инклюзия, неплохо, ребенок может включаться, допустим, только в какие-то внеурочные мероприятия, тогда, когда не требуется определенный уровень знаний, да, его не будут сравнивать, где он может просто присутствовать или быть участником этого процесса, потому что, например, рассказать стихотворение, там, песню какую-то спеть или еще что-то по участию в сценке, он может, по своим особенностям, может, нормально, и, как бы, да, и он включается, но на уроках он не успевает за темпом, да, или не усваивает программу образовательную, тогда постоянная, полная инклюзия ему не подходит, а частичная вполне себе, вот, и, наверное, когда мы подбираем вот эту степень инклюзии, да, то вот это понятие тоже где-то я на одном из семинаров специалистов услышала, бережная инклюзия, наверное, это вот про вот то, чтобы мы под каждого ребенка выбирали и подбирали, вот, ровно столько, сколько ему надо, ровно там, где ему надо, опять же, ставя его в центре, в центр, ему сколько нормально, не нам, сколько хорошо мы хотим, чтобы он сидел в классе и будем хвастаться своим подружкам о том, что он у нас в классе учится, у нас типа все без проблем, а он там кричит и кричит, и ничего совершенно не усваивает, потому что он в стрессе, и плохо ему там, вот, ну, как и отсутствие инклюзии, тоже, на мой взгляд, плохо, да, то есть все-таки, хотя бы частичная, вот, опять же, да, вот, с этим таким аппетитом бережное, было бы очень хорошо, так, ну, и вроде бы все, я то, что хотела сказать вам на сегодня, благодарю вас за внимание, вопросы. Да, Светлана Григорьевна, спасибо вам большое, действительно, очень полезный и ценный вебинар для родителей, чтобы было понимание, да, как действовать. Вопрос у нас от Анастасии, у дочки 7 лет, раз, но она прекрасно подготовлена к первому классу. Проблемы с речью, но бытовая речь отличная, ПМПК дал 8-3 программу, но она, то есть, соответственно, да, девочка, девочка превышает интеллект у всех детей этой программы. Интеллект на уровне ЗПР, нас отправляют в коллекционную школу первого вида, я видела учебники и в шоке, она давно уже все это знает, она будет окружена детишками совсем других диагнозов, множественных нарушений, которых у моей дочери нет. Что делать? Что делать? Вот смотрите, ну первое, если уж прям совсем-совсем как бы, да, вот переживаете и опять же не уверены в том, что корректно вам специалисты рекомендовали программу. Смотрите, как рекомендуется программа? Вы же не просто приходите с пустыми руками на ребенка, там пять минут каким-то взглядом, сканером посмотрели, вы приходите с бегунком, в котором есть заключение специалистов. Ведущие специалисты для того, чтобы программа была рекомендована, это специалист-психиатр, специалист-невролог. Вот для того, чтобы понять, какого уровня у нас будет программа и будет ли она у нас цензовой, то есть для детей, например, близких к нормотипичному развитию или задержкой развития, вот, или для детей с интеллектуальными нарушениями, для этого нам нужно заключение психиатра. Если психиатр дал вам корректное заключение, ну, тут уж будем надеяться, что он дал какое-то корректное заключение, вот, чаще всего такое заключение можно получить на основе прохождения теста Векслера, определяющего уровень интеллектуального развития ребенка, где совершенно четко будет понятно, что и как. Вот, собственно говоря, специалисты смотрят на вот это заключение. Если у ребенка интеллектуальная норма, то, ну, я бы так сказала, странно, что они, например, прописывают программу, которая для детей с интеллектуальными нарушениями. Точно так же странно, если по заключению психиатра у ребенка есть нарушение интеллекта, и они пропишут программу, как для детей без нарушения интеллекта. Можно сделать следующее. Тут же вопрос еще динамики, да, надо смотреть, как ребенок будет учиться. То есть иногда, ну, мы не боги, да, любой специалист, это не, вот, знаете, тот, кто стопроцентно прям вот все понял про вашего ребенка. И может быть, на самом деле, вы где-то его знаете и видите лучше нас. Ну, вот предположим, да, на там минуту. Вот, ребенок может начать учиться по той программе, которая рекомендована, например, или наоборот, тогда, да, вы можете спрятать заключение и пойти учиться по обычной программе, без спецусловий, тогда, да, имейте в виду, что тогда, как бы, ну, не рассчитывайте на то, что там рядом будут психологи, дефектологи и прочее. Вот, то есть в любом случае вы начинаете учиться по той или иной программе, на вас внимательно смотрит ваш консилиум внутренний, вот, и он вам дает через небольшой промежуток времени, может быть, допустим, ну, по-хорошему-то полугода надо проучиться, ну, может быть, хотя бы триместр первый, да, для того, чтобы понять, как там дела-то идут, да, осваивает, не осваивает, то есть нам надо динамику, динамику показать, результаты, то есть когда мы вас перенаправим обратно на ПМПК и напишем там о том, что у нас, смотрите, какая динамика, ребенок вот это, вот это, вот это освоил, но ему же время нужно для того, чтобы это освоить, да, то есть за месяц-то вряд ли он чего-то успеет, он-то адаптироваться только будет в месяц, а то и больше, вот, поэтому обычно это делается через полгода, иногда даже по МПК сами пишут о том, что, например, повторное перепрохождение комиссии, обычно-то это можно делать не раньше, чем период обучения пройдет, получили перед первым классом, следующую перед пятым классом получаете, то есть если все с программой в порядке, все корректно определено, ну и не надо туда ходить каждый год, а если что-то непонятно, допустим, даже самим членам комиссии, они зачастую могут написать, допустим, через год, да, редко через полгода пишут, чаще через год, то есть перепройти, чтобы понять, все верно определили или нет, а чтобы побыстрее, ваш ППК внутренний, школьный, пусть направляет, пишет, что вы молодцы, справляетесь, прикладывает работы ребенка, доказывает о том, что, смотрите, учебная деятельность идет вот прям вот так хорошо и соответствует другому уровню развития ребенка. Да, спасибо. Анастасия уточнила, что предоставляли документы, но произошел диссонанс как раз между психиатрией и тем, что видят ПМПК. Проходили тесты Векслера, уровень ЗПР. И, в общем-то, Анастасия отвечает, что да, поняла, спасибо, будем через школу. Спасибо вам большое, да, Светлана Григорьевна, за ответ. Да, Анастасия, надеемся, что все у вас благополучно решится. Также в чате была благодарность от Валентина, спасибо за вебинар, вопрос трудный, и каждый попробует ответить себе сам сначала, да, как раз вот то, о чем говорили, родители должны быть честны, да. Я, знаете, также вот там договорно хотела спросить со стороны педагогов. На днях услышала мнение педагога как раз о том, вот о чем вы говорили, что родители не слышат и считают, что их ребенок гений и никаких трудностей у него нет, да, и возникает как раз вот эта вот стена между школой педагогами и родителями. И здесь, само собой, понятно, что педагогам крайне трудно что-либо сделать, как-то повлиять на ситуацию, при этом, ну, в этом случае страдает ребенок, в первую очередь, да, оставаясь без надлежащей помощи в обучении. Как педагоги могут со своей стороны, может ли вообще школа как-то повлиять на это, если родители вот настолько, ну, не слышат и не идут на контакт? Вы знаете, ну, можно повлиять постраданно, да, вот, помните, вот в этом моем неидеальном овале, да, там есть такой сектор, который про просветительскую работу с родителями, да, вот, не помню, говорила я на первом вебинаре или нет, но я это часто говорю, потому что я так считаю, да, у нас нет системы в нашей стране, к сожалению, нет системы сопровождения помощи семьям, да, детей с, семьям, где воспитываются дети с особыми потребностями, да, и с ограниченными возможностями, детьми с инвалидами, есть обрывочно, да, там что-то, там что-то, но вот так, чтобы взять и родителей погрузить вот в такую же бережную какую-то, как тут инклюзия, да, тут может быть такое бережное сопровождение, где он получал бы вот массу, да, информации правильной, вот, может быть, мы бы до школы, скажем так, да, уже успевали сформировать доверительные отношения родителя к тому, что говорят специалисты, а так как это не сформировано, то возникает такая защитная реакция, да, о том, что не факт, что вы в интересах ребенка работаете, да, здесь нам рекомендуете что-то, не факт, что вы поможете, насколько вы хороший специалист, ну, и прочие, прочие вот такие вещи, да, ну, а потом опять же мы не забываем о том, что очень недавно вот эта история, да, и система сопровождения, она стала для нас привычной, насколько давно вообще, ну, вот, скажем, диагноз как диагноз аутизм стал применяться, и диагностироваться, насколько, что это было раньше, да, каким это раньше диагнозом было, ну, очень и очень страшным, да, да, именно, да, именно вот этим, вот, поэтому тут настолько много и нашего какого-то такого коллективного бессознательного, как мы относимся к этому, ко всему, да, и если говорить, допустим, о роли и психиатрии, например, да, как карательной психиатрии, да, для советского, например, государства, да, не помогающая, а она была именно вот в такой, то есть в нас много сидит чего-то такого, почему мы опасаемся, почему мы пытаемся защититься, но, с другой стороны, опять же, это мое мнение, каждый должен нести свою ответственность, мы вчера проводили ППК, у нас очень много ребят собралось, те, которые вот проявляют неуспешность в обучении, много, их было вчера на ППК, прошло 17 человек, 17, очень много, по большому счету, ну, я бы так сказала, наверное, человек 13 из них, точно это ребята, которым требуется адаптированная программа, вот, из 17 человек мы получили, если не ошибусь, три отказа, да, от родителей в том, что мы, как бы, ну, мы давали рекомендации, что, смотрите, вот такие-то такие сложности, да, надо пройти ППК для того, чтобы понять, да, причину этих сложностей, что делать дальше, мы никуда вас там не выгоняем, вы все равно наши, да, мы вас учим, мы же и будем дальше с вами заниматься, нам просто нужно понять, как, да, мы хотим помочь. Вот, при всем при этом, да, значит, ну, вот так. Вот, и один из специалистов, который присутствовал на ППК, после этого, ну, мы анализировали, что у нас и как получилось, вот, и этот специалист говорил о том, что, ну, наверное, может быть, мы к этим родителям не нашли каких-то правильных слов для того, чтобы убедить. Вот, возможно, но я больше убеждена, что каждый из нас несет свою долю ответственности. Если школа сделала шаг навстречу к родителю и обозначила проблему и пути, скажем так, да, разрешения возникшей проблемы, то следующий шаг должен быть за родителем. Если родитель отступает, то это уже какое-то угрожающее будет наступательное движение, да, если мы пойдем и будем его преследовать. Может быть, он не готов, может быть, когда-то чуть позже, да, он там чего-то осознает и придет нам навстречу, да, то есть это должно быть такое движение, знаете, как красивый танец, совместный, а не то, что школа гоняется и пытается причинить добро, вот, и оказать помощь. Поэтому это про ответственность каждого из присутствующих, да, по отношению к этому ребенку. В данной ситуации мы проявили свою ответственность и ждем, что родители присоединятся, да, и мы совместно будем нести эту ответственность, как два взрослых человека, да, за вот этого ребенка и помогать ему учиться. Если родители считают иначе, мы будем ждать, мы никуда не уходим, мы рядом, но пока родитель не готов. Переключимся на просветительские мероприятия. Может быть, когда-то родитель нас услышит. Да, Светлана Григорьевна, еще кратенький вопрос буквально, я думаю, что вы быстро на него ответите. Все-таки, смотрите, когда подать вот заявку, там, если нужны учебники, да, то есть сначала ребенок у нас, если первый класс, еще не зачислен, а в сентябре уже вроде как поздновато. Так все-таки родителям поясните, когда, вот, если про первый класс мы говорим, обращаться-то с этим вот. Родителям, смотрите, тут вопрос того, как школа добудет учебники, как она их там закажет, купит или еще что-то, это вопрос школы. Родителям не нужно, как бы, переживать за это. Я просто объяснила, что это не происходит так быстро, потому что, ну, вот просто такой алгоритм и время заказа учебников, и вы в любом случае не успеете, ну, вот так скажем, да, то есть когда вы приходите в сентябре, и мы про вас не знаем, вы уже не успели, и мы тоже не успели, да, и поэтому это становится определенной проблемой, которую решает школа, да, то есть никто не стоит с готовыми учебниками, да, и никто их не прячет от вашего ребенка, то есть если они есть в школе, остались от ребенка, который выпустился, например, там, я не знаю, и пошел в следующий класс, да, они как раз вам подходят, и, пожалуйста, они вам и подойдут, да, и отлично. А если у нас не было ребенка с таким нарушением, и учебников таких не было, да, то нам придется их заказывать, это может произойти небыстро, если это будем делать именно вот таким образом по общему заказу, если школа найдет другие средства какие-то материальные, ну, значит, они будут заказаны в тот срок, кратчайший, как школа решит этот вопрос. Поэтому в этом плане вам не нужно думать, скажем так, да, и вот как-то вам это состыковывать, это никогда вообще невозможно сделать, но, возможно, как можно раньше встретиться со специалистами школы и познакомиться, что вот, мой ребенок приходит к вам. Вот это возможно, потому что мы уже будем думать, может быть, рекомендовать в какой бы класс лучше, да, какому учителю лучше, мы будем понимать, что под него нужно написать программу, разработать, да, мы уже будем, допустим, разговаривать с администрацией, с директором, писать служебную записку, что этому ребенку может понадобиться вот это, вот это, то есть вот эти действия мы уже можем предпринимать, вот, и чем раньше, тем лучше, вот, а там уже и учебники подоспеют. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Светлана Двиговна, спасибо вам за вебинар, очень благодарна, что у вас согласились провести, да, такой полезный вебинар для наших родителей, педагогов. Уважаемые аудитории, спасибо вам за ваши вопросы, за вашу отзывчивость, это всегда приятно для спикера, для нас, как для ведущих. Спасибо вам за вашу обратную связь. Напоминаем, что мы увидимся с вами в следующий раз 28 февраля, на следующей неделе. У нас будет заключительный вебинар с Ириной Васильевной Головачевой, снова об ассоциациях как способе усвоения информации и помощи для развития партии. Подключайтесь, будет очень интересно, уверена, да, этот спикер также пользуется популярностью нашей аудитории, обязательно присоединяйтесь к нам. Спасибо вам, всем отличного, доброго дня и до новых встреч. Всего доброго, спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok